Когда погиб, было ему 16 лет. Случилось 9 мая 2022 года, примерно где-то минут 35 седьмого вечера. Ребенок вышел провести девочку и начался обстрел. Владюшка, наверное, поступил даже по-мужски. Он потянул за руку девочку и прикрыл ее собой. Это уже со слов подружки его. Она говорит, я потеряла сознание, сколько там, 2-3 минуты было. Когда я очнулась, Владик был, говорит, на мне, но он еще дышал. Она взяла его телефон и начала звонить дочке, что Владик ранен. Моментально, как говорится, прибежали туда, потому что это недалеко было. Владик скончался на месте. У него были повреждения осколочные всего тела и внутренних органов. У него сердце было пробитое, легкое. Вот так закончилась эта коротенькая жизнь. Они там ходили и красили, и поздравляли ветеранов на праздники. Доброты у него было, хоть отбавляй. Даже теми, с кем он дружил, но все обзываются за него очень хорошо. Не хватает его, скучаем. Понимаете, как вот с Владиковой смертью оборвалось все у нас. Был единственный ребенок в семье. И был на широкие ноги. Я долго болела. Он вообще возле меня там на рынок сходит и поможет, и уберет. Ну все, в общем, без него просто как без рук стали. С начала Гражданской войны на Донбассе погибли более двух сотен детей. В память о них в Донецке и Луганске появились аллеи ангелов с памятниками детям Донбасса. Мы хотим, чтобы о погибших ангелах узнали как можно больше людей. Как в России, так и за рубежом. И тем самым пытаемся почтить память каждого погибшего на Донбассе ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова